От наставника я научилась манипуляциям каким-то, как себя вести в коллективе, как воспринимать профессию, тем более в нашем непростом отделении, как вести себя с пациентами, как вообще обитать в этой среде. В отделении токсикологии, где помогают справляться с разного рода тяжелыми отравлениями, работать непросто. Алина за год втянулась благодаря наставнику. Программа наставничества, которая действует в больнице, дает свои плоды. Если в прошлом году в учреждение пришли шесть сотрудников среднего медперсонала, то в этом уже 16. Практически всех этих ребят я знаю, потому что они у нас проходили практику еще студентами. Проходя практику, они изъявили желание после окончания колледжа прийти к нам в больницу, потому что им понравились коллективы, там, где они в тех отделениях проходили практику. Анастасия работает тоже не в самом простом отделении. За плечами год освоения профессии вместе с наставником. Мы всему учим. Всему. Чему всему? Полностью работаю в реанимации, работаю в анестезиологии, оказании неотложной помощи. Когда вы почувствовали, что вот прям Настя этого помощь уже все, сколько времени прошло для того, чтобы она адаптировалась? Месяца три. Ты планируешь здесь остаться надолго? И что должно, что может тебя задержать здесь надолго? Ну, вообще, все здесь работаем не ради зарплаты, потому что это реанимация, все ради идеи и чтобы помочь людям. Мне всегда хотелось быть нужной и работать в команде, поэтому я здесь. И хотя для Анастасии зарплата на данный момент не является приоритетом, многие молодые специалисты со временем уходят в частные клиники, выбирая более комфортные условия труда. Как нам рассказали в БСМП номер два, на данный момент здесь стараются создать такой климат и такое разнообразие выбора, а в учреждении 33 отделения самого разного профиля, чтобы молодежь задержалась в больнице как можно дольше. Пока мы, к сожалению, предлагаем только опыт и знания, но больше, чем в нашей больнице, наверное, они нигде не получат. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком.